Доброе время суток всем! Предлагаю вашему вниманию обзор новинки от компании Fenix фонаря модель RC15. Данная модель представляет собой очень интересный комплект, в котором сразу идет и аккумулятор, и различные типы зарядных устройств. Такой дежурный фонарик, который пригодится всем, который может быть полезен всем, которому уже не надо докупать аксессуаров, поскольку все они идут у нас сразу же в комплекте. Поставляется пока фонарик вот в такой вот картонной коробочке. Сразу же коробочка пластиковая, извиняюсь. Сразу же скажу, что петли у нас немножко схалтурили. Здесь есть стальная оська, здесь она уже потерялась. Но это все мелочи, хотя коробочка представляет из себя отличное хранилище и также место для транспортировки всего комплекта. Давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте внимательно. Я предлагаю начать с различных аксессуаров и потом закончить рассмотрением самого фонаря. Значит, из нас идет блок питания от сети 220 вольт. Вот такой универсальный блок питания 4,2 вольта 1 ампер с вот таким переходником на кредл, который устанавливается в сам фонарик. Такой хитрый разъем необходим, чтобы у нас не перепутать полярность. Как мы видим, в таком случае полярность перепутать физически невозможно. Также в комплекте идут два адаптера под европейскую вилку и под американскую европейскую плоскую. Вилка фиксируется очень хорошо на защелке, не снимается, не люфтит, потерять ее нельзя. Чтобы ее снять, достаточно нажать кнопочку, приложить некоторое усилие и она снимается. Также в комплекте у нас идет еще блок питания от сети 12 вольт для автомобиля. Соответственно, вместо блока питания от 220 вольт мы можем использовать прикуриватель для автомобиля. Соответственно, у нас будет универсальный комплект для автомобиля. Вы едете днем заряжать, а ночью вы пользуетесь сразу же заряженным фонарем. Также в комплекте у нас идет сразу же чехол для фонаря. Выполненный из довольно толстой стропы кордуры. К сожалению, здесь нет возможности установки его на фактическое снаряжение типа молли, где стропы. В комплекте идет еще темля и запасная плодительная резинка на корпу. Теперь поговорим про сам фонарик. Фонарик довольно большой, больше размера кулака. Хвастистость неплохая. Кнопки расположены как раз под большим пальцем. Фонарик из коробки у нас не включается, поэтому если быть внимательным, то у нас есть наклеечка, которая говорит, что необходимо снять защитные пленочки с аккумулятора, которые там установлены изначально. Что мы сейчас и сделаем, заодно посмотрим, что внутри. Хвостовая хвост фонаря это просто алюминиевая заглушка, которая не выполняет никакой роли в электрической цепи фонаря. Вот мы видим здесь эти заглушечки, они снимаются раз, два. После чего аккумулятор может быть установлен в фонарик. Отличительной особенностью фонарей серии RC является то, что аккумулятор можно усталивать как так, так и так. Полярность у нас соблюдена уже здесь, на самом аккумуляторе. Соответственно, вам не надо задумываться, да и вообще менять аккумулятор в этом фонаре вам не понадобится, поскольку он заряжается внутри фонаря. Резьба прямоугольного профиля, резиночка практически не смазана. Включается фонарь. Кнопка большой, а переключение режимов меньшей кнопкой происходит. На голове имеется неплохой радиатор для охлаждения и его, собственно, сами контакты для зарядки фонаря в кредле. Как мы видим, фонарь в кредле можно установить только в одном положении, потому что он у нас сужается, соответственно, есть защита от дурака и фонарик можно установить только правильным образом. Вот, фонарик установился, он не люфтит, не выпадает. Соответственно, кредл данный может быть закреплен на столе, повешен на стенку, под стол. В нем уже изначально идут два сквозных отверстия, в которые можно поставить шурупы, саморезы и закрепить его на поверхности, где он вам будет нужен, где будет его рабочее место. Раскрывается он очень просто, устанавливается тоже просто и стоит вот так вот. Индикаторов зарядки на самом кредле нету, они у нас либо на автомобильном блоке перекуривателя, либо на блоке питания от сети 220 вольт. Еще интересная особенность то, что если в кредле с выключенным аккумулятором, без аккумулятора поставить фонарик и включить его, он будет работать просто от сети 220 вольт. Рефлектор в фонаре гладкий, нетекстурированный, заявленная яркость больше 800 люмен, что для такого небольшого фонарика вполне достаточно. Световое пятно в меру сфокусированное, достаточно дальнобойное. Имеется раз, два, три, четыре режима яркости. При удерживании кнопки смены режима у нас происходит смена режима на стробоскоп. Фонарик интересный, качественный, в комплекте идет все, что надо для его полноценного использования. Так что очень интересный кандидат на покупку, если вы хотите купить комплект сразу же и не думать о дополнительных аксессуарах. Следует также отметить, что в чехол для данного фонаря фонарик влазит только хвостом вниз. Соответственно, головой он будет наверх у вас. Вот такой вот интересный комплект. Приятно выполненный фонарик, учитывая качество феникса и гарантию 2 года, вполне достойный кандидат на покупку. Спасибо компании Fonari.com, которая предоставила данный фонарь для обзора. Спасибо всем за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.